Это конечный пункт 11 микрорайона. Здесь расположено три транспортных маршрута городских. Это маршрут номер 15, маршрут номер 10А и маршрут номер 22. Здесь у нас сидят линейные диспетчера, которые обслуживают и осуществляют весь выпуск транспорта на линию. Можем сейчас продемонстрировать. Пойдемте. Раньше было здесь две диспетчерские. Каждый диспетчерский сидел в своем диспетчерском пункте. Но потом мы решили договорить. В зависимости от количества автобусов, держим интервалы самых ярких. А какой должен быть интервал, по каким маршрутам? Берем самый оживленный маршрут. Маршрут 10А. Давайте. 10А. 10А. 5 минут с утра 6 до 10-40, до 7 часов, до 7-30. У нас по 5 минут. Потом дежурный начинается в 19.30 и до 20.45. Сколько наличия автобуса, например, дежурный, смотрение диспетчера. Начинается в 8 минут и до 15 минут. Интервал? Интервал, да. Сколько у вас на 10 маршрут 10А работает автобус в день? День 29 автобусов сегодня. 29. 29 автобусов работает на этом маршруте. На этом маршруте. Он самый оживленный, да? Интервал с утра начинается с какой еще раз? С 6 до 19.30, 5 минут. 5 минут? Да. От 19.30 до 20.45, там смотрение диспетчера. Если автобусы у меня 8 дежурных, если они все выходят на линии, я считаю по 10 минут. Если на линии выходят там поменьше автобусы, я почитаю его до 20.45, разделяю на премицы автобусы, 10, 9, 12, вот так. А как вы оцениваете качество его маршрута? Насколько он точно приходит на конкретную остановку? Они на конкретно приезжают, а не вовремя. Понятно. То есть вы контролируете только начало поездки и конец поездки? Да, 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 да. А вот, допустим, мы сейчас поедем на любом автобусе, который 10-ая сейчас тронется. Можно ли взять время, во сколько он выходит, и с какой скоростью он будет двигаться, и в какое время он должен поступать на конкретную остановку? Вот я стою на остановке, какая у него следующая остановка? Следующая остановка какая? Замка следующая остановка у нас. Замок, например, сейчас это конечный, да. Сейчас у меня 360... Я как пассажир, как могу знать, в какое время придет ближайший автобус? Я вышел на остановку. Они уже знают такое время. Пассажиры уже знают, если через 5 минут... Я ваш гость, я ваш гость. Приехал к вам в город, зашел к своим родственникам, вышел. Вот остановка. Они мне говорят, ехать надо туда-то. Как я могу понять, когда подойдет автобус? Билетайте. У нас есть на сайте администрации, есть вся информация, это расписание как автобусов, как дороги, приграбельные... У них есть расписание. Понятно. У нас еще нет интерактивной системы, конечно. Нет, ну интерактивная, вообще, вот, например, там, или там табло какое-то. Ну да, сейчас нет ничего на... Нет, на остановках раньше вообще-то расписание было во столько... Ну да, где знак остановки, а под ним было расписание, так сказать, интервалов. А кто хронометрирует скорость движения водителя? Вот, между остановками до остановки. Вот у них есть такой же таймер, они контролируют сами. Вот мы здесь отправляем сейчас 5 минут, они уезжают, они выключают свой таймер, и они по остановкам знают, сколько у них это времени. Ладно. Если жалобы поступают от пассажиров на качество, скорость, обслуживание, куда это поступает? Ну, на конечный иногда поступает, но они у нас не поступают, директор поступает. В центральном диспетчере. В центральном диспетчере. В автобусе есть все? Есть вся информация, куда у нас пассажир обратится. Ладно. Тут невесу нет. Где у вас водитель проходит алкогольное тестирование? Для работы, пожалуйста, пожалуйста. Сюда он уже приходит, уже готовый, то есть технический, машин технический готовых, технически исправно. У него есть путевой лист, где есть отметка медика, механика, то, что он вводим к выезду на линию. Вот, представляет ее документ уже сюда, линейным диспетчеру, и здесь у него, как бы, ему дают команду выезжать по такому-то времени. Линейный диспетчер уже на основании всех. Да, да, я проверяю. Она начинает пускать его. Если этих печатей нет... Нет, нет, ни в коем случае никуда не пускаем, они, пожалуйста, пусть берут, сначала вот эти печати, потом то учат. Так, у общественной палаты вопрос такой будет. Когда на линию выходит самый поздний автобус? Вот я хотел спросить, окончание движения. 20.45, 10-й выходит. 20.45, и находится он на маршруте? На маршруте приезжает 22, 20.25 приезжает. То есть пол-одиннадцатого все, общественного транспорта больше нет. Так это получается не так. Если он отсюда в 20.45 вышел, то есть уже отсюда в 9 часов, значит, не уедешь. Почему? Отсюда, потому что в 20.45 он же крайний. В 20.45 выходит машина отсюда, и она на линии. Оборот, подождите, оборотный круг машины, час-двадцать, час-тридцать. Да я не прокру. Да, да, да. Вот я вышел из подъезда в 9 вечера. Следующая машина не уедет. То есть в 9 часов, отсюда уже выпить не уедет. Сколько такси, ими уже? Да, очень строго. За плату маленький. Средний. 7600, 7700 на руки получаем. Вот за эту интенсивность 1,2. 1 через 2. Александр Александрович, а может на пазике таком, коротком поедем? По времени у нас сейчас нас? В принципе, можно. Как скажете, поедем. Потому что это комфортный автобус, как бы. Так это муниципальный. Я понимаю. А лучше вот начальники поехали. Посмотреть, как организовать. Мы можем, смотрите, мы можем с вами 3 остановки на этом проезде. Ну да. Поехали сесть. Давайте пустим людей. Чтобы... Просто... Все на месте. Все на месте? Не, а он по графику двигается. Ого, не так все просто. Здравствуйте. Извиняюсь, можно я к вам пристану с вопросом? Вы часто пользуетесь автобусом? Как же здесь? Покажите. Как же можете оцените, конечно. Как раз работа? Ну, качество автобуса нормальное. Единственное, что промежуток между одним и другим автобусом большой. Сколько? Ну, особенно вечернее время после работы. Ну, вот, сколько вы... Ну, допустим, проходит 3 десятых маршрута, 3 пятерки, и только потом идет второй 15-й. 15-й. То есть, примерно, разница минус 20, да, получается? Да, и вот, пусть рабочее время, скажем, куда-то проблематично уехать. Мы сейчас это убедились. После 9 часов практически позже... Ну, не после 9-ти, 5 вечера, то есть, в начале 6-го, в начале 7-го. То есть, маршрут уже практически не работает. Ну, не то, что не работает, редко. Редко ходит, да? Ну, примерно редко. Сколько вы оцениваете? 20-30 минут? Ну, в районе 20-ти, наверное. В районе 20-ти минут, да. Потому что приходится жилкорда уезжать в начале 8-го иногда. То есть, приходится ждать. Вы... В какое время считаете для, так сказать, того, чтобы ждать на остановке? Ну, что, так сказать, комфортное? Ну, если пройти мне время, то хотя бы минут 5-7, потому что очень многие ездят с маленькими детьми. То есть, 7 минут – это допустимо для того, чтобы дождать интерфей... Ну, это мой взгляд. Нет. А я больше спрашиваю. Я вам скажу, чтобы у нас... Мы когда сейчас стояли в диспетчерской, они как раз и говорили 5-7 минут, получается. Ну, нет, такого вечернее время не бывает. Вечернее больше не бывает. Это по 15-му машину, высказали? По 15-му. Я пользуюсь 15-му. Класс. Очень понятно. А работа водителя, работа кондуктора, как вы можете оценить? Ну, что замечательно. Не ругаешься, не куришься. Ну, не было так больше, замечено. А вы больше пользуетесь муниципальным автобусом? По-разному, какой подойдет. То есть не обращайтесь на этот вопрос, да? А есть разница между, бросается в Влада, между муниципальным автобусом и частным автобусом? Да я бы не сказала. Не, не бросайте. Хорошо, хорошо, спасибо. У вас рабочий день 8 часов или все-таки в зависимости от графика? Вы как-то в паре с водителем работаете, как правило, по его режиму или нет? Ну, если сегодня вместе, значит, получается, мы сегодня как бы в паре. С вечера формируется наряд. С вечера формируется наряд, да. Вы также выходите в 6 часов и на маршрут. Да, и на маршрут. В другой месяц садимся и едем. Бывают нюансы, то есть бригад сформирована, водитель и кондуктор на сегодняшний день. Но получается, все мы люди, кто-то приболел, кондуктор и водитель не вышел, поэтому бригада меняется. Это меняет уже центральный диспетчер утром. Если возможно вечер, то вечер мы уже планируем. Опять же, зависит от дня, кто-то там технически неисправно, машина где-то 160-150. В среднем мы считаем, что в городе работает... А это в районах 180? Да. 108 с района? Да. Ну, пригородные маршруты. У нас 15 маршрутов пригородных. Обладут его в балагонский пассажирский автокомбинат. Какие пожелания, вот если так честно, какие пожелания, какие-то основные пассажиры пойдут по отношению к вам, к водителю, там или вообще-то. Ну, чтобы автобусы по графику ходили, не опаздывали. Так. Еще? Еще что случится? Аккуратно, бывает, автобус сломается и ругаются, естественно. Понятно. Ну, а какие еще? Зимой, холодно, тепло в автобусе. Не знаю, я вот только вот устроилась весной, поэтому весну еще не пробовала работать. Понятно. Есть ли не секрет ваш средний заработной плат? На что устраивались? Средний? Да. Семь, восемь. А вы поднете, если не секрет? Говорите, не переживайте. 18-20. Ну, это чисто, не знаю. Я понял, понял. То есть мы говорим про с учетом вычета. С учетом вычета. А троллейбусы у вас сколько на маршруте? А троллейбусы выходят 24-25 единиц. 20 здесь примерно, да? 20 здесь и 20 там. Где-то в среднем выпускаем на линию своего муниципального транспорта в районе 45 единиц. А какие вот, даже как редкому пассажиру, вы бы сделали пожелания? Над чем надо работать? Над чем работать? Ну, в принципе, культура должна немножко, не только полкового. У всех. И у пассажира, например. У водителя, и у конкурентов, и у пассажира. Потому что, ну, и раз ты уже смотришь, заходит бабушка. Идет молодая девушка, там женщина с ребенком. И это, бабушка стоит. Ну, можно взять на руку и уступить, где место, как говорится, старого человека пожилого. Вот надо этим, надо культурой работать. Культура, она в целом всех касается. Да, да, да. Культура всех касается. Хорошо. А депутат у вас кто, знаете, нет? На вашем округе? Нет, не знаю. Никогда не обращались? Нет. Понятно. Не стучался. В школу следующая будет внимательно. Все устраивает. Наверное, давно не встречался. Ну, вот я к вам один раз обращалась. Да. Да, мы только это. Это давно? Да, очень давно. Вы мне помогли с капитальным ремонтом крыши. Вот попал я в дачу. Вот так вот. Пиар. Заметьте, я это... Подтверждаем. Наверное, случайно. Мы это сделали. Нет, просто в третьем микрорайоне у меня там была приемная. Да, да, да. И мы там системно проводили большие... Волшу 55. Волшу 55. Да, вот такие большие встречи у нас было. Человек по 50, по 60 за день. По 4, по 5 часов работали. Набирали. И потом в течение месяца, как называется, во всем отрабатывали. Вот мы к вам обратились, и мы нам думали, большое вам спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Мы на троллейбусе сейчас ездили. Я езжу на общественном транспорте. Но на троллейбусе просто частенько, потому что удобнее как бы. Удобнее немножко, да. А сколько у вас вредный уходит на дорогу? Ну, минут 15-20. Меня это устраивает, потому что грабку я не помогу. В данный момент без работы и никогда не граблюсь. Нечего? Как у вас проблемы? Как работа транспорта оцениваете вообще? Ну, на данный момент, я думаю, нормально. Можно было бы увеличить только часы по времени. То есть вечером очень тяжело уехать. Вечером, да. Да, то есть вечернее время тяжеловато, да. А так достаточно нормально. А так качество, обслуживание, водитель? Обслуживание нормальное, как бы, если раньше... Частота. Да. В троллейбусе, да, на момент даже по погоде... Да, сегодня понятно. Достаточно чисто. Ну, так нормально, как бы, если раньше были проблемы. Потому что некоторые кондукторы охранили, там, или еще что-то. Сейчас в этой ситуации не происходит. А с какого времени, в основном, начинается проблема? С 8 часов. То есть, как бы, достаточно время раннее, а уже тяжеловато уехать. Даже если вот раньше работал, к примеру, то есть заработаешь на 9, а уже приходится на такси уезжать. Ну, то есть вечер все равно вываливается, что называется у нас получается. Проблема. Проблема, что бывает. Все говорят. Так, ну что мы... Какой следующий у нас маршрут автобусов? Частный? Частный какой? Частный, здесь. А? 2 маршрут здесь. Девятка пройдет маршрут. Ну, давайте, сейчас завернемся частный автобус. На частном пройдем, чтобы у нас было... 2 второго. ...муниципальный автобус, муниципальный троллейбус и частный автобус. То есть, мало того, мы проверяем работу, как наших кондукторов, как они одеты, в каком состоянии, наличие, как если вы заметили, бейджа, то есть Иванов, Иван Иванович, Людмила Петровна, обелечивание пассажиров, работа вообще, чтобы остановки объявляли, ну и все остальное. То есть, есть система, как бы, наказание, водитель кондукторов, и она работает, как бы, у нас. А участники? И участников. Кто за ними контролирует? Те работают, кто, индивидуальный предприниматель, который работает на маршрутах муниципального предприятия, работу проводим мы с ними. Мы вызываем индивидуального предпринимателя к себе и начинаем прорабатывать, то есть, вплоть до того, что мы можем отстранить ту или иную машину и того водителя на работу на маршруте. Это, как бы, у вас приходит от случая к случаю, я так понимаю. А есть жесткие требования, жесткие требования, как должно быть. Инспектор зафиксировал, сразу же, как сказать, штраф. Какой штраф? Так, это девятка? Девятка. Поехали. Давайте. Вот, кстати. У меня не было водителей. То есть, у вас не было такого, чтобы, например, в автобусе водитель курил, громкая музыка, поведение? Может быть, способ какой-то и бывает, но это как-то издавнеет, никак не мешает. Понятно. Так, нарушение дорожного движения, там какие-то резкие обгоны, такие, которые для вас некомфортные. Понятно. Понятно. Частота в автобусе. Частота может и оставляет желать лучше. Частота желает лучше. Понятно. Очень классно, какие вопросы еще есть. Вообще, стартовалов нету. У меня вопрос. Да, пожалуйста. Ну, в принципе, я даже не знаю, кому его адресовать. Вот кто проверяет техническое состояние частного транспорта. Вот иногда смотришь, допустим, они солярку ездят в куплевых там облаках. Мы куплю их, то есть там никакими евро-запонетки не пакут. Качество работы автобусов, то что... Мы же на линии. На линии как вы можете пускать? Никому, пожалуйста, пускай. Это те машины, которые работают. Рашид маршруток, то есть выпускаем их мы. То есть муниципальное предприятие, который это нам. А также у нас, как я сказал, что в городе 5 перевозчиков. Это Архотранс, это Транскомсервис, это Транзит. Там они сами контролируют работу. И два раза в год они к вам проходят. Да, 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 да. То есть техническая основа. Пользуется? Ну а если никогда пользуешься? Какое качество? Как у вас? По-разному. По-разному. То есть бывает хорошо, а бывает и по-разному, да? Да, да, да. А что по-разному? Ано? Конкретно автобус там плохая, грубое поведение водителя. Курит. 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 Курит, я редко пользуюсь, поэтому не знаю, курит или не курит, это я не видела. Бывает, место трогают, особенно не любят. Резко, да? Ветеранов. Ветеранов не очень любят, да? Нет. Выгоняют? Нет, не выгоняют. Ну, ругаются, да? В чем доктора не любят. Морщатся, да? В принципе-то мы проехали на трех разного вида, да. Муниципальный автобус, муниципальный троллейбус и частный автобус. Ну, очевидно, что люди по-разному реагируют. В первых автобусах большого возмущения о качестве работы там водителя, там кондуктора не было. Самое главное, это наладится работа в вечернее время. Это практически все об этом говорили. То есть в вечернее время не хватает интенсивности движения. Поэтому мы на комиссии по дорожному движению сейчас соберем всех участников пассажирских перевозок и будем смотреть, как все-таки разложить возможность перевозки людей в вечернее время. Потому что, с одной стороны, это вроде как 8 часов вечера у нас интенсивно заканчивается. С другой стороны, вот молодой парень говорил, что уже и после 6 часов трудно уехать, интервал уже большой. Женщин тоже говорил, что интервал очень большой на 15-м маршруте, когда мы ехали. Поэтому, конечно же, сейчас надо взять полностью всю схему движения и собраться с всеми участниками, рассмотреть, как нам перегрузить или дополнить работу в вечернее время. Ну и что самое главное, это интенсивность контроля и проверок по частоте автобусов, по качеству тех автобусов, которые выходят на линию, техническое состояние. Ну и, как жительница последняя сказала, бывает по-разному. То есть, бывает поведение по-разному. Я думаю, что люди просто немножко умалчивают реальную оценку. Поэтому мы подумаем, как нам наладить контроль, именно контроль работы общественного транспорта. Как муниципального, так и частного. Здесь разницы никакой нет. Человек платит 17 рублей, поэтому он должен получить за эту услугу качественную доставку, что входит в качество работы самого автобуса, техническое состояние, работа водителя и работа кондуктора. Ну а культуру в автобусе, ну тут нам всем надо над этим работать. Как пассажирам, как сказала женщина, одна, как пассажирам, так и всем остальным. Александр Александрович, у меня в предложении, если у нас не такое встречались, у нас есть как бы, да, социальные сети, люди там более открыто выражают, да, ну, свои эмоции. Понятно, что представители власти там, спалутные спородательные, люди боятся иногда там на камеру, что-то сказать, или в одном лице. Понятно, понятно. Вот, допустим, если задействовать ресурс там молодой гвардии, да, их волонтеров, и просто, они же в любом случае ездят на общественном транспорте, просто сами ребята. Ну, например, при помощи какого-то социального опроса в социальных сетях ставили бы рейтинги транспортным конкретным водителям, конкретным номерам автобусов. Может быть тогда как бы, ну, культура, хотя бы обслуживание кондукторов или водителей повысится. Моя личная позиция, я только за. Могу сказать, что вот предыдущую пятницу мы встречались с молодогвардейцами, и именно эту задачу, эту цель мы с ними обсуждали. На самом деле они ездят, сами часто пользуются пшажевским транспортом, поэтому мы с ними обсудили, что при каждой поездке они так называемые делают рейтинг. Потом в своих студенческих коллективах они расширяют спектр работы, или, так сказать, наш общественный контроль через, ну, допустим, через молодежь. Через молодежь. Потом у нас очень хороший, так сказать, отряд, это старших по дому, люди все неравнодушные, они также пользуются транспортом. И мы на встрече в девятнадцатой школе, мне, например, очень понравилось, люди говорили конкретные, четкие вопросы, без какого-то там истерики, но по делу. Поэтому мы в последующих встречах, которые планируем на следующей неделе сделать, в восьмой, кажется, в школе мы планировали, да, мы обязательно эту тему поднимем и попросим, чтобы также и старшие по домам, коль уж мы с ними на коммуникациях находимся по отоплению, теплу и горячему снабжению каждый день, также еще и оценивали, ну, как, дополнительный ресурс, работу общественного транспорта. Здесь сейчас, вот, доехал на пятнадцатом маршруте, такое-то время, автобус такое-то, качество. Ну, и с помощью, конечно же, людей, с помощью молодежи, неравнодушных людей, я думаю, что мы совместно наладим эту работу. И не снимаем ответственности из себя в том числе. То бишь, контроль, качество, синхронизация всех маршрутов. Продолжение следует...